Отрывок из фантастического романа «Время уходить, время возвращаться» Вадима Уса, в котором наши попаданцы на вертушке прилетают в занятую викингами деревню и андроид Мишель выходит на дуэль с местным хёфтингом. Вертушка быстро набрала скорость и, чуть не долетая до ближайшего населенного пункта, села на подходящей поляне. Арес пружинисто соскочил на землю, за ним последовало Мишель, еще несколько андроидов, последним нехотя сошел ухо. Все в одеждах простых скандинавских бондов. Под плащами угадывалось оружие. Обладатели плащей предпочитали не рекламировать, что под ними. Суровые, безэмоциональные лица андроидов говорили за себя возможным чужакам. Не стоит с нами связываться. А вот Арес беззаботно болтал с Мишель о всяких незначительных вещах, да иногда задавал вопросы уху, чтобы его хоть немножко расшевелить эмоционально. Хотя он, в отличие от андроидов, мало походил на человека скорее, но сушеный гриб, думал Арес. Взять себя в руки получалось ухо отвратительным. Дело в том, что на борту вертушки Арес объяснил пленному, что они решили сходить в населенный пункт, из которого ухо со своими приятелями попытался сделать налет на мирных селян, посмотреть, послушать, сделать выводы, в общем произвести разведку. Вот и ухо с собой прихватили, чтобы он, как уже бывалый в этих местах и успевший обзавестись знакомыми, представил бы Ареса и его приятеля как старых друзей в случае необходимости, чтобы поменьше спрашивали, да и разъяснил бы обитающим там данным, что к чему. Чтобы ухо не попытался убежать или попробовать предать Арес, попросил его проглотить капсулу в драже. Объяснив ему, что это мини-бомба, если он попытается выкинуть что-то неподходящее, то кто-то из сопровождающих, неизвестно кто, активизирует заряд желудки уха и будет маленький бух, объяснил Арес. После этого ухо притих. Ухо, весело сказал Арес, держи хвост трубой, заряд выйдет при следующем посещении туалета. Ухо с пониманием кивнул головой, еле передвигая ноги, грустно плетясь за веселой компанией. Настроение, которое поддерживали только Арес с Мишель. Андроидам сопровождение было все равно, какое у кого настроение. Они выполняли боевую задачу и только на этом были сконцентрированы. Подойдя к населенному пункту, где местные жители настороженно глядели на незнакомцев, Арес уже в приказном порядке, но вежливо попросил ухо принять свое обычное состояние. Ухо изо всех сил пытался, но получалось плохо. Дойдя до харчевни, где уже собрались любители выпить и покуролесить, Путники вошли вовнутрь, прошли к свободному большому столу, Степенно расселись и заказали каждому по кружке аля. Присутствующие при виде незнакомцев было притихли, Но кто-то узнал среди них ухо. Приветствовали его, назвав по имени ухо, ответил, Но молча сел к вновь пришедшим. — Ухо, ты что-то не очень веселый, — сказал тот же голос, узнавший среди пришельцев ухо. — Случилось что? — спросил он и подошел к компании Путников. Внимательно всех оглядел. Задержал взгляд на красивом лице Мишель, но ничего не сказал. — Случилось, Айверс! — встал перед здоровенным викингом ухо. Его грустное лицо сыграло свою роль в положительную сторону для путников. — Плохи дела, брат! — ухо даже пустил скупую мужскую слезу. — Мы пошли отомстить за Хротгейра. — Было дело, — согласился Айверс, — но что случилось? — Все убиты! — ухо показал на Путников. — Вот эти добрые люди помогли мне выбраться из пекла, Которое нам устроили подданные свенского конунга. — А то бы и меня здесь не было! — Рассказывай! — Айверс сел напротив на скамейку. — Услышавшие плохую весть посетителей Харчельни. В основном данные подошли ближе, чтобы узнать, Что случилось с их соплеменниками И некоторыми из пришедших с обратной стороны земли. — Ухо все с тем же мученическим лицом стал рассказывать. Рассказывал он в основном правильные вещи. Только не говорил, что это за люди напали на них. На вопросы отвечал кратко и по существу. А когда перешел к тому, что с неба налетело неведомое чудовище И побило всех свинцовым градом, викинги приутихли. Никто уже не задавал никаких вопросов. Ухо объяснил, что не понимает, Как ему единственному из всей примерно сотни воинов удалось выжить. А потом, — говорил он, — Когда я отполз от места резни, Меня нашли эти люди. И вот мы здесь. — Кем вы будете? — напористо, но уважительно спросил Айверс. По виду вы не даны. И на свенов не похоже. Откуда оказались в этих краях? — Мы фризы, — ответил Арес. Слышали, что Кнут хочет завоевать весь известный мир. Вот, прибыли помочь, — уверенно сказал он. — Фризы, — произнес Айверс. — Понятно, — сказал он с видом знатока, Хотя вряд ли представлял, где она, эта страна, где живут фризы. Хотели присоединиться к вашим людям? — добродушно объяснял Арес. — Да припозднились. Подошли, когда все подходило к концу, Сами понимаете. В такое пекло даже самый храбрый не полезет. Вот мы и увидели все со стороны. И как этот мил человек еле брел, Вырвавшись из зубов смерти, Помогли ему. Вот мы и здесь. — Хорошо, что помогаете нашим людям, — сказал Айверс. — Я хольт в нашем херде. Выпьем за ушедших к Одину. Они уже там, — весело сказал викинг. — На перу у того, куда мы все так стремимся. Сейчас перуем здесь, а потом присоединимся к нашим товарищам. Громко прикричал Айверс и приказал налить всем присутствующим по полной. Никто из викингов не проронил ни слова по погибшим. Все радовались, что сейчас им предоставляется возможность пировать здесь, а не у Одина. И потому все воодушевленно пили, выкрикивая хвалу Одину и Тору. И обильно заедали это все поджаренным поросенком. — Я смотрю, ваш хирт не такой уж и большой, — Арос осмотрел присутствующих. — Здесь не все, — ответил Айверс. — Некоторые ушли с белым вороном. Да так и сгинули в этом чертовом лесу, где вы ухо встретили. Некоторые шарят по ближайшим поселениям в поисках чего-то пожрать или женщин. Мы вот добыли себе и выпить, и чего покушать. Кроме женщин, конечно. Айверс с вожделения посмотрел на неподалеку сидящую Мишель. — Теперь веселимся. О, вновь налил хмелья, предложил и нашим путникам. Но они еще и по первой не выпили, потому все отказались. — Странные вы фризы, — заметил Хольт. — Мало пьете, больше молчите, баба среди вас. Я бы ей... Айверс громко рассмеялся от своей мысли, даже головой тряханул от удовольствия, а потом продолжил. — Сидите, словно бедные родственники, — сказал он сидящим за столом, чуть подтягивающим Эль. — В вашей стране все так пьют? — вновь дал волю своим веселым эмоциям викинг. — Ты Эль имеешь в виду? — спросил Арос, сделав еще глоток. Айверс кивнул головой, присаживаясь на лавку напротив Мишель, поглядывая на нее. — Айверс, — дружески, — ответил Арос. — Мы прибыли сюда воевать, не пить. Какой толк от пьяного, если ему вдруг придется обнажить меч прямо здесь? Он будет, что ребенок, и меча в руках не удержит. — Это ты зря, пришелец. Айверс встал. — Давай с тобой поверим все силы. Допивая свою кружку, Хмеля сказал он. — Посмотрим, кто выиграет, ты трезвый или я пьяный. — Достань меч. Спокойно и с холодной ноткой в голосе сказал Арос Айверсу. От неожиданного предложения викинг не смел отказаться и потянул железо из ножен. Но, не вынимая меча, рассмеялся и вложил железо обратно. — Чужеземец, — сказал Айверс, улыбаясь, — ты меня провел и играючи погрозил пальцем. — А я-то, столоп, тебя послушался, ой, юмора, — смеялся он и все его собратья по оружию, слышавшие разговор Хольда и Чужеземца. — А если я предложу тебе достать оружие, чужеземец? — Я не буду этого делать, — Айверс, — ответил Арос. — Почему это? — спросил викинг. Картина, разведя руками и оглядывая всю свою братью. — Потому что ты пьяный, Айверс, — ответил Арос. Он встал из-за лавки и, поставив одну ногу на место, где только что сидел, дерзко посмотрел в глаза предводителя викингов. — А если я буду настаивать, — не обращая внимания на ответ Арос, — говорил викинг, — очень настаивать. — Ты обнажишь железо? — Ты настаиваешь на поединке? — спросил Арос. — С каким оружием? — Тут все присутствующие в корчме замерли. Айверс предлагал поединок. Арос его принял. Викинг еще раз с хитрой улыбкой оглядел воинов и вымолвил. — А пойдем рубить дрова, — сказал Айверс. — Кто больше срубит деревьев, тот и выиграл. — Деревья? — скептически спросил Арос. — У нас с этим и женщины справляются, играючи. Арос посмотрел в сторону Мишель. — Хочешь деревья валить? Это к нашей даме. Она что хочет завалит? И кого хочет? — Да я бы и сам не прочь ее завалить, — громко сказал Хольд и показал неприличный жест обеими руками. Что бы он сделал с Мишель, если бы она была согласна? Неожиданно в разговор мешалась сама Мишель. — Значит, ты меня, Хольд, хочешь завалить и напялить? И она показала тот же самый жест руками, который только что показал Айверс, привстав за столом. Присутствующие притихли в нетерпеливом ожидании. Мишель загадочным взглядом обвела всех в помещении. — Знаешь, она сделала паузу. Я, пожалуй, согласна побывать в объятиях такого здоровенного мужика. Присутствующие разразились в довольном одобрении. Многие похлапывали Айверса по плечу. Но у меня есть одно условие. Мишель вновь замолчала и в помещении стало тихо. — Будем биться на мечах или секирах? Мне все равно. Хочешь, можешь вложить их в обе руки. Но без смертельных ударов. Удары будем только обозначать. Ты же не желаешь иметь убитую женщину. Но до тех пор, пока у кого-то из соперников не выпадет оружие из рук. — Если сумеешь выбить оружие из моих рук, я твоя. Делай со мной всю ночь, что хочешь. От этих слов присутствующие взвыли, словно стая голодных псов. А Мишель продолжала говорить. — Если я сумею выбить оружие из твоих рук. Все замерли в ожидании. Что же скажет эта девица? Мишель продолжила. — Я буду делать с тобой все, что захочу. — Согласен, — громко сказал Хольд. Хищно и одновременно странно смотря на Мишель. — Все слышали? — приключал он. — Эта девчонка сегодня на всю ночь моя! — крикнул он уверенно. — Или ты мой! — Мишель встала из-за стола и скинула с плеч плащ. Все изумились статной женской фигуре. Лосины из тонкой оленей кожи обтягивали ее струнные ноги, не скрывая никакие прелести женского тела ниже пояса. Мишель вышла и встала напротив фрослого Айверса, широко расставив ноги. Ее высокая грудь почти касалась его груди. Хольд жадно пялился на декольте и содержимое там внутри, явно предвкушая, что скоро это тело будет принадлежать только ему. А Мишель улыбалась, предлагая сопернику вооружиться. Сама она вложила в одну руку меч, в другую обоюдоострую секиру и изящно ступая, словно львица в течке, пошла к выходу из тесной харчевни. Следом за Айверсом высыпали и все присутствующие. Он держал в обеих руках по мечу. — Что ты задумала? — спросил Арес, подойдя к Мишель со стороны. — Он хочет меня поиметь, — ответила воительница. — Но моя сущность препятствует этому. Он что, возомнил себя Богом? — Спустим его на землю, — сказала Мишель, слегка поигрывая рукоятью меча на бедре. Арес уловил на губах женщины дерзкую улыбку. Это не была улыбка стервозной бабы. Это была улыбка женщины, воина, невзлюбившей мужчину, за его пренебрежительное отношение к себе. Он знал, какой силой, скоростью и реакцией обладают андроиды. Особенно Мишель, являющийся не продуктом массового производства андроидов, а усовершенствованной моделью, готовой к выполнению сложных жизненных, бытовых и технологических задач. Тогда удачи! — пожелал Арес и отошел в стихийно образовавшийся круг любопытных, наблюдающих за предстоящим поединком. Поединок начался вяло, прощупыванием друг друга. Айварс был спокоен, сделал, казалось, ленивый выпад. Мишель отбила и тут же нанесла свой удар, тоже не сильный. Айварс также лениво его отбил, но Мишель следом за первым ударом тут же нанесла второй, секирой. Если бы Айварс был так же ленив, то удар секирой он пропустил бы, но реакция его не подвела. И он секире подставил скрещенный блок двумя мечами, оставив при этом низ живота открытым, чем Мишель и воспользовалась. Она нанесла колющий удар в область живота и остановила меч, чтобы не ранить Айварса. Ох, только и успела выдохнуть толпа наблюдающих. «Осторожно, Айварск!» – выкрикнул кто-то из викингов и тихо добавил. «Не хватало еще, чтобы эта фурия выпустила кишки из нашего хольда». Теперь Айварс сконцентрировался после столь опасной ситуации. Беззалаберная лень его покинула, и он обрел звериную внутреннюю хватку. Больше Мишель не казалась ему эдакой милашкой, которой можно завалить на сеновале и мять ее, и пользоваться в свое удовольствие. Теперь перед ним был опасный соперник. Этот соперник, будь это в реальном бою, распорол бы ему живот. Дело приобретало иной поворот. И чем дальше продолжался поединок, тем больше Айварс начинал жалеть, что связался с этой бестией. Мишель стала показывать чудеса фехтования, о которых никто из присутствующих викингов и не догадывался. На несколько выпадов Айварса она ответила фланкировкой. Стала крутить меч и секиру перед собой, создавая непреодолимое металлическое поле защиты, против которого викинг не мог ничего поделать. Каждая атака его была отбита этими непонятными движениями. И он растерялся. Просто стоял и смотрел на вихрь металла перед девушкой. Мало того, она расширила зону защиты и стала перекрывать стороны. Теперь незащищенной оставалась только ее спина. Присутствующие раскрыли рты, не понимая, что это такое, и молчали, замерев, словно в ступоре. Мишель тем временем сделала выпад и с сильным ударом секиры выбила меч из рук оторопевшего викинга. Блокировала второй меч и ударом ноги сбила Айварса с ног. Удар ноги был настолько сильным, что тело викинга перевернулось через голову и осталось лежать на животе. Мишель спокойно подошла к недвижимому телу и поставила ногу на спину Айварса. «Фурия!» – раздался голос из толпы. «Определенно фурия!» «Кто еще хочет поиметь мое тело?» – спросила она, закинув секиру на плечо и направив меч в сторону оторопевших датских викингов. Желающих не было. Мишель вложила меч в ножны, секиру за спину и спокойно стала вязать руки несопротивляющегося Хольда. При этом сказала «Он мой!» – сказала она Арусу и тут же обратилась к Хольду. «Ты согласен, Айварс? Все честно по нашему договору?» Связанный Айварс перевернулся на спину и только улыбался вместо ответа. «Он согласен!» – констатировала Мишель, объявив это громко, чтобы все слышали. «Что ты собралась с ним делать?» – поинтересовался Арус. «Найду ему применение. Договор есть договор!» – помогая подняться связанному Хольду, сказала девушка. Глава восьмая. В другой раз. «В Корчме есть комната. Можем туда пройти!» – сказал Айварс, явно надеясь, что Фурия победила его только для того, чтобы попользоваться как мужчину. «Спасибо!» – ответил за Мишель Арыс. «Погости ли у вас? Пора и честь знать. Уходим!» – сказал он. И маленькая компания пошла в сторону леса. «Что значит спасибо?» – не ожидая такого оборота, спросил ничего не понимающий Хольд. «Куда вы меня ведете?» – Мишель обласкала Айварса от груди и до низа живота. «Только ты получишь мое тело там, в лесу!» – она показала на зеленые деревья вдали. «Но никто больше!» – громко, чтобы все слышали, сказала она. «Войны Айварса только похихикивали в душе, завидуя Хольду. Некоторые даже притворно махали руками, когда Айварса уводили в лес. Что здесь такое? Перед ничего не понимающими датскими викингами, но все еще верящими, что Хольда повела в лес эта женщина, чтобы разделить с ним ложи любви, появился однорукий Сигурн. С тех пор, как, лишившись руки, бывший предводитель обыкновенной разбойничьей шайки лишился банды и стал горьким забулдыгой. Только и делал, что пил и спал, а сейчас, по всей видимости, очнувшись от запоя, он пришел на место бывшего ресталища, к самому концу всего происходящего. Наш Хольд Айварс проиграл спор с фурией, которая его позаимствовала на ночь. «Вот, ведет его в лес, чтобы совокупиться», – ответил ему из толпы один из викингов. «Счастливчик», – мечтательный произнес другой. «А что теперь?» – спросил Сигурн, провожая взглядом уходящих. «Видишь, девица ведет нашего Айварса», – Сигурн вглядывался в уходящих. «Но», – ответил он, – «наш Хольд будет с ней всю ночь развлекаться». «А остальные, кто еще внимательнее присмотревшись к уходящим?» – спросил Сигурн. «Были с ней», – раздался голос из толпы. «А ведь я их знаю», – фальцетом вскрикнул Сигурн. «Это те, кто убил моих людей, и девчонку тоже знаю, да и предводители ихнего. Это паломники, и они не с нами». «Что такое, ты говоришь, Сигурн?» – викинги забеспокоились. «Они сказали, что хотят воевать за Кнуда». «Мало ли, что они скажут», – криво усмехнулся Сигурн. «Они вас обманули, и больше вы не увидите вашего Хольда. Надо их задержать». Не сговариваясь, вся толпа рванула с места вслед за уходящими, а компания Айварса тем временем уже скрылась в лесу, для прикрытия отхода оставив двоих андроидов. «Они удобно расположились в густых зарослях, и когда куча одураченных датчан приблизилась к лесу, раздались короткие свинцовые очереди. Это остудило пыл викингов, и поняв, что Хольда им не спасти, те, кто остались живы, вернулись обратно. Но вернулись только для того, чтобы быть убитыми от свинцового дождя нежданно вернувшейся вертушки. «Небесное чудовище неистово носилось над отбезумевшими данными по воздуху, и не было от него спасения нигде. Кровавая пляска продолжалась долго и прекратилась только тогда, когда над развороченной от свинца земле не оставалось ни одного шевелящегося тела. Сделав разворот, вертушка улетела за горизонт леса». «Сначала Кирине», – скомандовал Арес. Вертушка быстро домчала до схрона, где нашли убежища селяне. «Ну что у вас?» – спросила княгиня, когда вертушка приземлилась. «У нас две новости», – ответил Арес. «Первая новость. Узнал конфиденциальные сведения. По ним и буду строить свой план». «Вторая новость. В округе большинство данных уничтожено. Какое-то время свены могут жить спокойно, но не расслабляться». Арвит, местный Бонд, находящийся здесь, спросил. «Это хорошая новость, Арес». Бонд в порыве чувств даже смахнул с глаз слезу. «Значит, мы можем возвращаться». «Можете. Но там, где были данные, осталось мертвое поле. Если захотите вдруг посмотреть, а человек очень любопытен», – сказал Арес. «Будьте осторожны». «Как скажешь». Арвит пошел, поведал людям хорошую новость. «А вы, княгиня, как поступите?» «Борьба только начинается, и я останусь со своим народом. Здесь, на своей земле. До полного ее освобождения». «Это окончательно ваше решение, княгиня?» «Абсолютно», – ответила Ирина. «Какое-то время, проведя среди подданных своего отца, я поняла, что я часть этого народа, и не могу их оставить в беде. Может, встречу отца. Если бы знать, где ваш отец, на вертушке бы долетели, но, к сожалению, пока это невозможно. Не беспокойтесь, Олег, вы и так уже много сделали, и сделайте еще больше, если продолжите начатое. А за меня? Не надо волноваться. Я здесь, среди своих. Тогда я оставлю для вашей защиты десяток варягов. Они верные и надежные воины», – Арвит показал на андроидов. «И раба». Мишель подвела Айверса к княгине. «Зачем он мне?» – равнодушно посмотрела на бывшего Хольда княгине. «Отдайте его Арведу, ему нужны работники». «Хорошо, отдадим его Арведу», – Арвит попросил Мишель отвезти раба. «Пусть удача вам сопутствует». Ирина взяла обе руки Ароса в свои, а мы будем ждать. Мужчина поднес руки княгине к губам. «Мы вернемся обязательно и с победой». Он, опустил руки женщины и, пользуясь тем, что они оставались одни, дотронулся губами на руки княгини еще раз. Ирина замерла, а потом обхватила голову Ароса и, порывисто не сдерживая себя в действиях и словах, заговорила ему в ухо откровенным потоком. «А ведь я хотела тебя, Арвит. Княгиня перешла на «ты». «И ты хотел». «Я же видела». «Но что-то помешало нам». Княгиня оторвалась от мужчины и долго смотрела ему в глаза. «Что нам помешало сблизиться?» – спросила она. Арос, конечно же, знал ответ. «Но сказал только». «Нам не хватало времени, а сейчас уже поздно». «Да», – согласилась княгиня. «Сейчас уже поздно». Не сговариваясь, они застыли в долгом поцелуе. Казалось, само время остановилось, и только где-то в глубине мироздания бьются два сердца вместе, которые хоть и находятся рядом, но, по сути, остаются в одиночестве. Княгиня вдруг оттолкнула мужчину от себя, тяжело дыша. «Не хочу», – сказала она. «Что не хочешь?» «Прощаться, зная, что никогда больше тебя не увижу», – ответила Ирина. «С чего ты взяла?» – Арос вновь привлек княгиню к себе. «Выполним, что должны сделать, и я вернусь. Я же знаю, где тебя искать». «Ничего ты не знаешь, Олег». Глаза княгини налились слезой. «Не надо было себя обманывать. Мы увидимся в последний раз. Я-то знаю», – с грустью в голосе ответила Ирина. «Уходи», – и она вновь оттолкнула Ароса. «Делай то, что должен делать». Недоуменный мужчина еще стоял какое-то время. Надеясь, что княгиня смеет внезапный, ничем не спровоцированный гнев на милость, но Ирина не поменяла свое решение и все так же смотрела наполненными горькой слезой глазами на мужчину, который мог стать ее любимым. Но, к сожалению, для обоих этого не произошло, а теперь он должен уйти, чтобы никогда не вернуться. Поняв тщетность своих действий, Арос поклонился княгине и, пожелав счастья в жизни, развернулся и вышел из помещения. Ирина оставалась одна и какое-то время стояла, словно оглушенная, а потом со всей силой рухнула на кровать и, уткнувшись лицом в подушке, рыдала, жалея, что она не была свободна и не могла отдать себя тому, кого действительно любила. Глава девятая. Вторжение. В спокойной обстановке Ухо был опрошен окончательно. Он чистосердечно повторил, что сказал ранее. Перед началом опроса Арос его еще раз предупредил, чтобы выкладывал все, что знает, и в подробностях, которые в силу обстоятельств не мог сказать ранее. Ухо сотрудничал с Аросом, выкладывая все детали относительно его территории, показывая это на карте обратной стороны земли. Еще Ухо рассказал ей о том, что прибыв на Готланд, пришлые люди и данные вместе с ними в очень большом количестве показательно стали уничтожать тех, кто сопротивлялся. Селение за селение, пока поняв бесперспективность сопротивления перед высокотехнологическим оружием пришельцев, местные жители во главе с Ярлом не подчинились завоевателям. Кому повезло не умереть при защите острова от пользующихся благоволением богов, как сами про себя говорили люди с той стороны земли. Жители Готланда принесли присягу к ноду и стали ему служить. Были и такие, кто убежал к Колуфу Шеткунгу, предупредив его об опасности. В общем, после Готланда данные с пришельцами пошли на материк и стали устраивать вики по прибрежным водам, принадлежащим Конунгу Шеткунгу. Конунг организовал сопротивление на материке, но, как и жители Готланда, было понятно, что с пришельцами не было смысла тягаться в силе технологий и только леса стали спасением для свенов, откуда они делали короткие набеги на данных с пришельцами и тут же уходили обратно в леса. Выслушав весь рассказ уха, Арес ухмыльнулся. То, что ты мне рассказал во второй половине своей речи, об этом только дворовые собаки в ладыне не знают. Наверное, и они знают. Но что касается Кнуда Норвежского, это интересно. В частности, то, что в пещеру зашел один Кнуд, а вышел совсем другой. Его точная копия. Получается, что Конунг Норвегии, который хочет завоевать весь мир, не субъект, а объект, подчиняющийся своим господам из вашего мира. Он робот? Наверное, пряча глаза, говорил ухо. И много у вас таких? В свое время была разработана целая программа по созданию человекоподобных роботов. Ими носители все наше пространство. Кого не хватало, тех и производили, в частности, женщин. Но потом был найден переход на вашу землю, и женщин-роботов теперь пользуют только беднейшие слои населения, кто побогаче, приобретают настоящих. Потому-то у вас и поставлено торговля рабынями. Только поэтому подтвердил свои слова ухо. Совет в Ладоге закончился. Учитывая некие конфиденциальные обстоятельства, всплывшие благодаря информации ухо, было принято решение вторгнуться на остров, оккупированный пришельцами и данными, в качестве их помощников. В Ладоге было известно почти все о пребывании данных на острове, но открывшиеся новые обстоятельства относительно Кнуда и подобных ему и способ их нейтрализации заставил Ароса и его сподвижников быстро принимать решение. Несколько дракаров с варягами и наемными войсками из норманов и русов прибудут на остров по воде. Пока люди Ароса, пользуясь вертушкой, будучи на острове, скрытно проведут разведку и подготовят плацдарм для высадки. Помощь им был придан местный житель из служивших варяжской дружине Ярослава, некий Агвид. Он вырос на острове и знал его как свои пять пальцев, потому в качестве советника и проводника Агвид был незаменим. Да и как о войне, у Агвида была хорошая репутация. По старой памяти вместе с Аросом на Готланд отправились и скала Гримсон, и Тривор Кривой, который вполне оправился от ранений и пока жил мирной жизнью, соскучился по напряжению в боевой обстановке. Глубокой ночью, прибыв на остров и разъясняя поставленную перед варягами задачу, Арос говорил четко, кратко, лаконично. Варяги, глядя на карту острова, запоминали, что где находится, а Агвид подробнее дополнял в деталях о той или иной местности. «Это моя родная деревня», говорил он, показывая на карту на мониторе компьютера. «Отсюда я ушел в свой первый век, потом нанялся Керославу на службу. Пол деревни моя родня, но дома я не был много-много лет». Он сделал короткую паузу. «Кто жив, не знаю, постараюсь все разузнать о жизни людей и вообще о острове». «Хорошо», согласился Арос, «в помощь даю тебе двух своих людей. Ребята надежные и будут тебя слушаться». «Ребята, конечно, надежные», с сомнений высказал свое мнение Скала. «Видел, как они во время тренировки рубятся, а когда спросил, где так научились, они не отвечают. Неразговорчивый очень. Где ты их нанял, Олег?» спросил Норман. «Где нанял, там таких уже нет», загадочно ответил Арос. «А что неразговорчивые, это у них характер народический, они предпочитают не разговаривать, а действовать». Пожелав удачи, Арос в сопровождении Норманов проводил Агвида разузнать обстановку на острове. Дойдя до родной деревни, Агвида в сопровождении двух варягов нашел дом, где он вырос. Ночью среди низеньких домов было настолько темно, что проходя по деревне, черные срубы только угадывались, и Агвида был почти уверен, что их никто не видел. Он осторожно постучал в ставни, изнутри ничего не услышал и, подождав, постучал еще раз. Но тем хитрым стуком, который был известен только ему и домочадца внутри. Дверь приоткрылась, и тихий голос из дома спросил, кто там. Агвида также тихо ответил, что это он, Агвида, приехал домой. Старая женщина не сразу узнала сына в темноте, но голос его не изменился, и поэтому Агвида был узнан родителями и приглашен в дом. Но как же вы живете, поживаете? Варяг прошел в родное когда-то жилище и попал в объятии стариков. Они так долго о нем ничего не знали с тех времен, когда он ушел в свой первый век. Старики зажгли масляные светильники, стали разглядывать сына, но не узнавали, как же он возмущал. А ведь уходил совсем юнцом, говорил отец, предлагая сесть сыну за стол. Жена, накрывай на стол, что там у нас есть, говорил он. Сын приехал. Женщина засуетилась. Я сытый и ничего не хочу. Вот гостинцев вам принес. Агвит порылся в вещевом мешке и достал мясо, копченое с хлебом и нож отцу. С первого века берегу, сказал он, передавая клинок. Отцу нож понравился. Он даже махнул им два раза по воздуху и оценив заточку поблагодарился. А это тебе, мама. Агвит озарил мать парчевым отрезом. Мать отрез приняла со словами благодарности и убрала подальше. Как у вас тут? Присаживаясь за стол, поинтересовался Агвит. Вижу, под чужеземцами живете, не притесняют? А чего нас притеснять? Мы старые, ответил отец. Что с нами взять, кроме коровы? И та вот-вот помрет. Кого притесняли? Или сгинули Кодину, или ушли в леса Конугу Шеткунгу. Подаренным ножом отец нарезал сало. А где брат мой, Агмунд? Он, как помнится, не был страстным воином. Все хотел жениться. Так он и женился. Землю возделал, детишек воспитывал, внуков наших, но прошлым летом подучи его одолело. Помер он, а жена с малолетними детьми осталась. Помогали, чем могли, да ведь мы и сами не шибко богатые. Инга, жена твоего брата, нанялась батрачей к бонду местному, твоему бывшему дружку Акке. Нанялась Каке? Он что, жив? Удивился Агвет. Ведь мы с ним в первой веке вместе были, он пропал куда-то. Я думал, убили его, а он бонд, батраков себе нанимает. Жив, Акке, ответил дед. Он, как пришел после века, с богатством, людей нанял, большим человеком стал. Основывая властями, как дружно живет, спросил Агвет, забрасывая кусок сало в рот. Отдает им десятину, но не жалуется, процветает. Десятину, удивился Агвет, я думал, власти больше забирают, забирают больше половины, но не у всех. Акка, видимо, может с властями договариваться, а другие жалуются. И сопротивления никто не оказывает. Как оказать, если в деревне стоят данные, а мы обязаны их кормить? Все, кто против были, или погибли, или ушли на большую землю, а там себе воюют. А где данные стоят, поинтересовался Агвет. В центре деревни соорудили себе что-то вроде крепостицы, там и живут. Понятно, ответил варяг и засобирался в обратный путь. Родители недоумевали. Только сын пришел после стольких лет разлуки и уже уходит. Да ты не поел ничего, сокрушалась мать, и уже уходишь. некогда мне оправдывался Агвет. Люди ждут, не на прогулке чай. Скоро рассвет, уходить надо. Он направился к выходу, обернулся. Большие перемены здесь будут, а потом добавил. А наши встречи никому, попросил варяг. Родители понимающие согласились. С рассветом Агвет со спутниками были в лагере. Вертушка стояла тут же, где Кира помогала Ивану осваивать мат часть, материальную часть. Парнишка уже познакомился с огнестрельной мощью машины, но все равно это было недостаточно, чтобы стать частью экипажа летучего монстра. Арес не вмешивался, зная, что терпением и лаской Амазонка добьется желаемого результата. Выслушав доклад Агвета от обстановки в деревне, было решено начать освобождение острова с нее. Тем более, что основной источник поставок новой технологии с обратной стороны земли осуществлялся именно на этом острове, точнее, из пещеры, какую посещал в свое время Кнут. Конунг Норвегии и Британии, где он получил откровение о своей дальнейшей деятельности. Аарес помнил, о чем в свое время говорил пьяный Арны, рассказывая, каким образом Кнут получил новое огнестрельное оружие, молясь высшим богам. Тогда его слова многие воспринимали как пьяный бред и просто посмеивались над ним, но Арес воспринял это всерьез и ни на минуту не сомневался, что пленный говорит правду. А вот информация уха подтвердила его догадки и было принято решение перекрыть этот источник раз и навсегда. С этой целью на остров и движется флотилия дракаров с варяжским десантом. Но долго Арес не хотел ждать, надо ускорить приход людей с Руси. Но каким образом? Над этим надо было подумать и Арес придумал взять дракары на буксир. А что поделил свою мысль с Кирой? Дракары связаны между собой толстыми канатами, чтобы выдержали. Выстроить каравана, вертушка можно взять на буксир мощности хватит и доставить их таким образом к острову. Будет быстрее и люди не напрягаясь гребли будут свежи и полны сил. Сказано сделано, вертушка рванула ввысь и взяла курс в сторону медленно ползущих по глади воды дракаров.